Это кадры, снятые уличной камерой видеонаблюдения. На них видно, пешеходы начинают переходить дорогу. В этот момент на полном ходу в них влетает иномарка. Удар был такой силы, что людей отбрасывает на несколько метров. Машину заносят на припаркованный у обочины автомобиль. Все произошло на этом пешеходном переходе около торгово-развлекательного центра Корстон. Люди переходили дорогу по зебре. И никто не ожидал, что машина проедет на запрещающий сигнал светофора прямо на них. Как удалось выяснить, после аварии водитель пытался бросить машину и скрыться с места ДТП. Но автомобилиста задержали очевидцы. В результате столкновения серьезные травмы получила 21-летняя девушка. Сейчас она в больнице. В ночь субботы на воскресенье в городскую клиническую больницу номер 7 города Казани поступила молодая женщина с травмами после ДТП. Предварительно с ушибом головного мозга, множественными ушибами мягких тканей была госпитализирована. Сейчас в состоянии средней тяжести получают всю необходимую медицинскую помощь. Еще двоих после осмотра врачи отпустили. Травмы получил и виновник ДТП. Им оказался 25-летний уроженец Башкортостана. По данным госавтоинспекции, автомобиль не был зарегистрирован. Молодой водитель оказался без документов и страховки. На него завели сразу 7 административных дел. Сейчас машина на штрафстоянке. Мужчина проходит глубокую медицинскую экспертизу. Проводится административное расследование, в ходе которого будет конкретно также установлено и состояние водителя, в котором он находился. С учетом социальных сетей есть у нас подозрения, но это пока предварительно, что, к сожалению, водитель находился в состоянии опьянения. Как выяснилось, в частном разговоре молодой человек сообщил, работает в администрации Башкортостана. Получил права 7 лет назад. За последний год на него выписали 6 штрафов. В основном за превышение скорости и грязные номера. Госномер был выдан в Санкт-Петербурге. Автомобиль снят с учета прежним владельцам, но не поставлен на новый. Поэтому, кто собственник, предстоит выяснить. Камеры на территории нашей республики в первый раз в этом году эту машину зафиксировали 7 февраля. Безответственность водителей. Ведь много, не совсем, как сказать, здоровые люди садятся за руль. Иногда выпившие, иногда что-то какие-то другие вещества приняли. Я сама частенько вижу, как проезжают на мигающие, на, ну, уже красный загорается. Они хотят торопиться, они хотят быстрее проехать. Все торопятся куда-то. Ну, зимнее время, понятно, я как водитель понимаю, что транспортные средства не остановить мгновенно. Такое тоже бывает. Водителю грозит, как минимум, лишение прав на срок до двух лет и штраф до 25 тысяч рублей. Какое еще наказание понесет водитель БМВ, будет зависеть от состояния пострадавшей девушки. В случае причинения тяжелого вреда здоровью, виновнику может грозить и уголовное наказание. Вернемся к теме незарегистрированных автомобилей. Такие автомобили зачастую ездят без полиса ОСАГО, потому что того не требует закон, и совершают ДТП. Потерпевшие в таких случаях уже не могут получить возмещение ущерба от страховой компании. Им приходится взыскивать напрямую у собственника или у водителя. По данным госавтоинспекции, в Казани только в январе произошло 16 аварий на пешеходных переходах. Как отмечают автоюристы, не всегда пострадавшим удается быстро возместить ущерб. Рамиль Галиулин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.